Андрей, ну расскажите тогда про тех убыхов, которые сегодня проживают в России, с которыми вы общались, в общем-то, где они проживают, как они проживают и что из себя на самом деле представляют. Ну, скажем так, не общались, а общаемся и продолжаем общаться. Во-вторых, ни один я, вот слава Богу, есть коллега, с кем мы этим вопросом занимаемся. В-третьих, опять-таки, мы говорим о людях, которые являются фактически, ну как, по своему происхождению, по крови, по генетике, потомками тех убыхов, которые были описаны в романе Баграда Шикуба Шинкуба. И хотя там было, скажем, он был последний из ушедших, не все ушли. Вот. Когда мы начали заниматься этим вопросом, в принципе, почти сразу работая в ПАС, Михаил сообщает, что есть человек на водопадах, 33 водопада, который себя позиционирует как убых. Мы с ним встречаемся, это водопады, он объясняет, что и почему. Во-первых, он трактует перевод своей фамилии не с адыгского, а с адыгского. Сразу все меняется, очень серьезно. Ситуация, чем интересно, у нас очень часто убыхские названия начинают переводить с адыгейского. Что неправильно. Это неправильно. Это сразу вспоминается старая шутка. Ну, Стеба сейчас немножко злобоненна. Было еще в советское время, как по-украински ружье на плечо. Дробына на горбыну. Дробына это не ружье, это лестница. Просто на наш слух звучит как дробовик. Но это не означает, что дробина это ружье, это лестница. И здесь переводы убыхских, часто топонимов и фамилий пытаются переводить с адыгского. Но это априори неправильно. Потому что, в принципе, с таким же успехом можно переводить с абхазского. Возникает раз вопрос, а вы не пробовали переводить это вообще-то, зная убыхский? И выясняется масса забавных нюансов. Потому что та же самая Бытха, одна из самых забавных трактовок перевода горы Бытха, это просто замечательно. Это просто классика, это можно рассказать как хороший анекдот. Одна из версий, Бытха переводится как хребет овцы. И если отплыть в море и посмотреть с моря на берег, то мы видим хребет овцы, поэтому переводится как Бытха, хребет овцы. Да, то есть все убыхи, они так бывало, отгребут от берега, посмотрим, что действительно овца, так и назовем. Хотя правильно переводится с убыхского, это Бытха, это место великого бога. Причем этот перевод дает Джон Каларусо. Джон Каларусо, который реально общался с Тефиком и с Тенчим, который сам в принципе говорит на убыхском, и составил все эти словари. Может быть все-таки будем пользоваться переводом места с использованием языка народа, который назвал это место. То есть здесь ситуация такая же, зачастую бывает и с переводами фамилий. То есть я не ручаю за это как за истину в первой инстанции, но это принципы исследования научного, как в этнографии, как в лингвистике. То есть грубо говоря, вернемся к тому, с чем мы начали говорить, то есть потомки убыхов, позиционирующие себя как убыхи генетические, естественно, они сохранились у нас. И ситуация сводится к тому, что у нас практикуется система межевания. Вот мы провели линию и здесь жили убыхи. Да ничего подобного. На тот момент часть убыхов проживала и за пределами исторической убыхи. И они на тот момент себя понимали, что они убыхи. И когда началось выселение, никто не сказал, что быстренько узнав про это, приехали сюда, чтобы поспешить выселиться. Многие сохранились здесь. И у них на это есть официальные документы. Если мы сейчас говорим не просто о демагогии с точки зрения базарных торговцев, у них есть документы, которые опираются на архивы. И там сказано, что они потомки убыхских узденей. Их фамилия все это прозванивается. То есть они генетически повстверждают, что они убыхи. Это первое. Во-вторых, род Берзековых и Берзения, и Кишмаховы, они потомки убыхов, это доказано научно-диссертациями. Что такое диссертация? Любая диссертация, это за кулисами, скажем так, это 12 подписей докторов наук. И если мы говорим человеку защищенную диссертацию, что у него неправда, значит мы одновременно вместе с ним берем 12 докторов наук и говорим, что ребята, вы тоже все ничего не понимаете. То есть люди, которые пренебрегают такими фактами и достают книжку какого-то или статью из какой-то газеты, ну это несравнимые вещи. То есть факт того, что сохранившиеся в России потомки Берзеков, это потомки непосредственно рода Берзек, они доказаны науке и, в принципе, обсуждениям на данный момент не подлежат. Можно оспаривать, но для того, чтобы оспорить диссертацию, напиши диссертацию, которая была бы контраргументом. Но для этого нет ни фактов, ни желания, и даже никто не пытается. Теперь, по поводу сохранившихся убыхских родов в самом Сочи. Это важный момент с аспектов, именно правовых аспектов ЮНЕСКО. ЮНЕСКО говорится в основных постулатах, ну в основных постулатах ЮНЕСКО, как сказано так, что малый народ и любой народ – это общность, проживающая, владеющая языком, занимающаяся традиционным образом жизни промыслов и обитающих на своих традиционных территориях исконных. У нас в Сочи есть однозначно невыезжавшие, есть возвращенцы, но есть невыезжавшие, есть потомки убыхских родов, чирен и ушхо. Тут же начинают, естественно, оппонировать. Да, вот мы читали, вы проверяли, вы общались с этими людьми, вы вникали в сущность. И когда мне говорят, что, допустим, тот же род чирен, их давно уже нет, а мне потомки достают документы с подлинными печатями еще советских времен, где полностью все это развенчивается, что произошло. И объясняют, почему в некоторых советских научных источниках их замолчали. Замолчали по простой причине. Было время сталинское. Но проверка показывает, что это совершенно не соответствует истине. То есть они живут в исконных местах обитания. Единственное, что скажу с профессиональной точки зрения, потомки рода ушхо и потомки рода чирен, дело в том, что это вот так, сохранившие фамилию или перешедшие на другие фамилии, это уже вопрос третий. Но генетические потомки. Они проживают и в Лазаревском, и, как говорится, потомки ушхо расселить уже по многим местам, просто больше 82 человек только по фамилии, по мужской линии. То есть они обитают в исконных местах обитания. Если мы провели границу между Шапсугией и Убыхией по Шахе, то это потому что мы ее так отметили. Исторически Убыхи проживали и западнее, и восточнее. Это народ, который был ассимилирован. Здесь интересен еще такой момент. Это как раз момент выселения и последующих событий. Кто-то скрывался в горах, кто-то остался здесь, кто-то тогда же, еще в XIX веке, помыкавшись с Турцией, вернулся назад. И в результате вот это смешанное население, куда входили и Хакучи, и Шапсуги, Убыхи, и даже Садзе, оно оказалось в результате вот в тех самых аулах на Шахе, на Аше. То есть это смешанное население. И некоторые вот по тем же причинам или по другим, они своим потомкам не передали даже знания, что они этнически относятся к тому или иному народу. А поскольку превалировали, скажем так, Шапсуги большинство было, то и они стали позиционировать себя как Шапсуги. И даже вот сейчас, ну, таких прямых доказательств нет, но некоторые фамилии, кроме Ушхо, тех же Чирен, они также, скорее всего, являются убыхскими. Например, вот той же диссертации Кичмахова, которая работала в Турции, он там собрал память у кого сохранилась, а не потомки убыхов, фамилии именно убыхских. И вот есть у нас Шапсугская фамилия, достаточно многочисленная в тех же Ашеевских аулах, Герба. В Турции они как убыхи проходят, да. То есть просто у них память. В Турции, я так понимаю, у них похожая ситуация возникла с языком, что они себя стали как на шапсугский ялик, перешли. Ну, дело в том, что это произошло еще даже в годы Кавказской войны здесь. Есть. Некоторые историки описывают то, что убыхский язык ныне, это когда убыхи еще жили на своей исторической территории, это язык простолюдин. Знать разговаривает либо на шапсугском, либо на абхазском языках. То есть кто где ближе был. Он уже тогда начал, ну, как бы... Это отсюда и байка пошла, что убыхского не было, на самом деле убыхского. Ну, давайте вспомним исторические аспекты России. У нас же знать тоже на французском разговаривали очень активно. При этом они, естественно, убыхским владели, те же дворяне. Предпочитали просто. Да, и более того, опять давайте вернемся к научности. Есть такое понятие нации, национализм и так далее. И эта литература давно уже вышла. Эта литература весьма абсолютно серьезная, научная. Ей пользуются, но ее не внедряют вот в эти вопросы дискуссии. Есть такая известная книга одного из весьма солидного ученого по фамилии Андерсон. Но он ни в какой отношениях к сказкам не имеет, он профессор. Он занялся вопросом только давно, что в США при переписях населения в одном и том же штате, в зависимости от года переписи, то больше немцев, то ирландцев. Хотя все говорят на английском. Но на вопрос в статье, кто-то по национальности, человек пишет национальность. И вопрос задался, куда деваются немцы или откуда приезжают ирландцы. Оказалось, все очень просто. Если, допустим, эта перепись населения проходит в день Святого Патрика, многие американцы говорят, что у меня бабушка была ирлангой. И когда приходят опросчик, он пишет, что я ирландец. Потому что везде зеленая краска, клевер, пиво, красиво все. И он говорит, что я же ирландец. Ну, проходит 5 лет, идет перепись населения. Идет она в тот период, когда там идут большое количество массовых мероприятий, культурных, именно связанных с Германией. Там начинается баварское пиво и так далее. Ну, это у меня дедушка был в Баварии. И пишет немец. А в прошлой переписи он был ирландцем. То есть здесь ситуация, которую мы... Национальность, это невидовое понятие как в природе. Вот это кошка, а это собака. Национальность это та общность культурная, которую себя сам человек ассоциирует. Поэтому возникшие условия, зачастую иногда очень тяжелые, политические, вынуждает многих людей писать, да, я там тот-то. Потому что ему это важно. Та же ситуация, которая написана в книге Терри Мартина. Шикарная книга называется «Империя добровольного самопожертвования». Этот профессор описал ситуацию, которая творилась в СССР после создания СССР в 2004 году. Когда происходили многие процессы, когда в национальных территориальных участках люди, выдающие себя за титульную нацию, получали кучу привилегий. И поэтому многие записывали себя уже и старались, как говорится, даже и говорить, и одеваться, как титульная нация для того, чтобы захватить эти привилегии, получить выгоды при поступлении на работу, при поступлении в ВУЗ, при получении квартиры и так далее. Это все описано в литературе. И как только эти факторы исчезли, то этот баланс снова выровнялся. Они опять вспомнили, кто они такие, вернулись в исходное положение. Поэтому на данный момент, когда мы пытаемся так вот сепарировать, по принципу, знаете, черные направо, белые налево, красные туда, белые сюда, это все надуто и придумано. Как только возникнут обстоятельства, которые будут благоприятствовать национальному самоопределению, этот маятник качнется туда, куда у него есть изначальная предрасположенность. Но вот, допустим, если говорить про убыхов, известно, что они очень сильно были смешаны родовыми связями, допустим, с шапсугами, с абхазами. То есть на этой основе там много возникает всяких домыслов о том, что якобы убыхи как таковые на самом деле не выделялись никак, а на самом деле часть абхазинского, допустим, мира. Но все-таки они себя абстрагировали от соседей, как общность убых, именно убых, а абхазы, допустим, абхаза-абазинская часть, эти шапсугская или адыгейская часть. Или все-таки, допустим, если верха брать, может быть, они были больше... Да нет, безусловно, даже отличались многие моменты жизни. Та же военная организация убыхов, она отличалась от других кавказских народов и те же описания историков, что убыхи лучшие воины на всем Западном Кавказе, что именно они являлись ядром сопротивления всех творцев Западного Кавказа, несмотря на свою малочисленность. Это уже показывает, что это действительно выделенные отдельные народы, не какая-то там смесь с теми. с другими. Не Суббот нас, это отдельный народ. Отдельный народ. А вот, допустим, Аубла Алихан, да? Алиохмеда. Олег Миталла. Вот его общество, то есть в каких источниках называют их приморскими убыхами, да? Ну, мы понимаем, что это абхазская, то есть в виде, да, родовая, насколько я понял. Или все-таки вот с вами сам... Мы, наверное, как-нибудь обсудим Это вопрос с точки зрения, может быть, науки? Ну да, вот с научной точки зрения, как на сегодняшний день в источниках научных определяется вот это общество приморское? Дело в том, как мы назовем тогда садзов джигетов? Это абхазы, опять же, или отдельный народ? У них тоже был свой отдельный язык, да, похожий на абхазский, может быть. Но все-таки, я думаю, это тоже отдельно. То есть я так понимаю, что, скорее всего, просто разделение идет в головах из-за того, что они, по историческим хронологиям, они там враждовали между собой, допустим, род Берзековых и род Али Ахмедов. Да, облах. Дело в том, что в трудах известного ученого Генка, этот вопрос, он первый вывел эту ситуацию на то, что именно вот более слабый на тот период пассионарный народ убыхи, он активно с краев ассимилировался более энергетическими этносами, то есть адыгами и абхазами. И вот со стороны Абхазии вот эта ассимиляция шла, судя по всему, как-то более интенсивно. То есть Бзык, река Бзык, это от убыхского Бзык, вода. Отсюда Сочинский Бзык, Бзугу, Бзогу и так далее. То есть ситуация в том, что эта территория краски совпадает с территорией именно Осадуа. То есть вопрос сводился к тому, что постепенно более энергетический этнос ассимилировал себя, ну и не только энергетический, экономический было интереснее и так далее. Постепенно образуются именно этнос Осадзуа. Но они по сути дела свои, это не я сказал, это описано у Генка, они по сути дела потомки убыхов. И вот эти экономические зоны влияния того же Аубла и тех же Берзеков, они приводят к тому, что каждая правящая политическая определенная элита, она начинает вокруг себя сколачивать, соответственно, своих сторонников. Для того, чтобы сколотить своих сторонников под себя, надо создать какую-то идеологическую, какую-то национальную доктрину, даже подсознательно. Ведь у нас же не было долгое время централизованной Германии. До сих пор у нас ФРГ. И туда входит Саксония, Бавария и так далее, и так далее. То есть возникновение нации германской, немецкой, как мы сейчас ее воспринимаем, это ведь произошло по причине консолидации этих вот, ну как бы, суббитностей в общество. И причина была политическая и экономическая, потому что политика выходит из экономики. Соответственно, таким же образом, вот эти территории между Бзыпьем и Сочи, вот эти народы, они как бы были заинтересованы и в экономической стороне, и в какой-то культурной стороне. И это приводило к этим событиям. Это происходило не за один день, это происходило за столетие. Долгая ассимиляция, по сути дела. Да. Причем эта ассимиляция была не военного типа. Это потом эта ассимиляция стала вызывать какие-то, возможно, проблемы. Как известный аул Мотахуасуа, это вот пластунка Сочи, очень часто на некоторых историях говорят, убыхи отвоевали у усадзов, это аул. Да, приходят убыхи, на мотоциклах с овчарками, и начинают там кого-то выгонять. Просто произошло, население, скорее всего, так и астахалинцы, просто произошло перепрофилирование владителя. Они между собой выяснили какие-то отношения, условно, возможно, с использованием оружия, но это не касалось абсолютно никаких там выселений, выгоняя никого-нибудь. Потому что в самом Сочи, в владениях Алиях Мета Аубла, это был многонациональный поселок. Там жили и черкесы, и убыхи, и насадзва. Многие не могли даже разобраться. Тот же генерал Филипсон писал, что очень часто сложно установить, какой народ живет в том или ином селении здесь, на побережье, поскольку обитатели его одинаково хорошо говорят и на убыхском, и на абхазском, и на адыгском языках. По сути, это принадлежность к князю, как я дал местности. Да, князю. И такие примеры у нас в большом количестве существуют на планете. Тот же Сингапур, они все сингапурцы, но там 19 национальностей. Если мне китайцы. И не все они говорят на языке своего национального происхождения. То есть, это зона, скажем так, особо экономических интересов. Как сейчас, кстати, Сочи продолжает оставаться. Угу. Угу.